А перед началом данного видеоролика хотел бы настоятельно порекомендовать вам перейти по ссылке в описании на наш официальный сервер в дискорде канала Dominato Space. Там вы сможете обсудить интересующие вас темы от лего до аниме и конечно же поиграть во всякие видеоигры. Так что друзья ждем вас всех и давайте уже начнем данный обзор. Всем привет дорогие друзья с вами снова я Dominato Space и сегодня у нас будет обзор на мою кастомную мини фигурку по лего Star Wars. Это у нас Starkiller из темной концовки Star Wars The Force Unleashed. Это его версия в доспехе ситского сталкера. Да друзья, наконец-то мои руки добрались до этого кастома. Я его сделал в отличие от своих предыдущих версий ситского сталкера без применения маркеров, фломастеров. Всякой такой ерунды из обычных оригинальных деталей лего. И получилось довольно таки неплохо. Каждый из вас может собрать этот кастом из ваших собственных деталей. Если у вас такие конечно же имеются. Но перед тем как мы начнем обзор хотел бы упомянуть то что ко мне с Алиэкспресса сейчас идет Starkiller. Минифигурка его полностью достоверная к версии Seth Stalker. То есть у него шлем там кастом и все у него кастомное. Китайцы постарались. Ну будем надеяться фигурка хорошего качества. Вот я его заказал за доллар. И когда он придет я сделаю сравнение своей самодельной версии и китайской. И вы узнаете какая все таки лучше. И какую вам стоит брать, не брать. В общем все поймете. Сам Starkiller вот как выглядит. Мне кажется он получился довольно таки неплохим. Единственное что здесь прямо такое кастомное. Это его вот это вот килт или юбочка, накидка. В общем выглядит оно таким вот образом. Ранее она у меня использовалась тоже по-моему в данной версии Starkiller. Ну и сейчас я решил не отходить от традиции. С точки зрения ног я использовал обычные черные. Туловище я взял от Дарда Вейдера. Потому что в основном у меня просто оно было запасное. Ну не запасное у меня наверное больше Вейдеров было. Но я решил почему бы не взять это тело и не использовать. Так что я его взял. Вот и для Starkiller ему выдал. Знаете я вот сейчас так на него смотрю. И у меня воспоминания возникли в голове. Я помню как еще в мои времена так сказать. Ну в годах 2010 наверное. Вейдера было очень же тяжело достать. Он у меня был один. Он был только в одном наборе. В то время выпускался. Вот и это был такой для меня раритет. Такое событие и свершение. Когда у меня появился его Тайфайтер. Аниверсари Эдишн 2009 года. Да друзья. Вот такие были времена. Теперь я это тело для кастома использую. Интересно. Интересно. Забавная штука. Время. Ладно. Не об этом. Руки. Руки у него как вы можете видеть серые. Но это не простой серый цвет. Если мы его сравним с обычным лего серым. Сейчас. Вы можете видеть они отличаются. То есть это тоже темно-серый. Но он из 90-х. Насколько я понимаю. То есть это старая версия серого. Если у вас нет такого. Можете взять обычные руки. Которые сейчас выпускаются. Это особо не важно. Наплечники. Наплечники у него от Аладдина. Ну не от Аладдина. А от злодея из этого мультика. Я так понял. Вот. Очень классные. Они подходят и для клонов. Для Файвза. Там для любых арк-трупперов. Голова. Ну вы уже сами видите. Что за голова? Голова солдата. 74 по-моему. Или какой-то. В общем из Overwatch. Видите. У него тут синее, белое. Все это не подходит под нашего персонажа. Но. Когда мы берем этот замечательный. Один из моих любимых шлемов. Вообще в целом. Лего. Из Лего Кассел. Фэнтези эпохи. Мы его одеваем. Бабам. И все эти ненужные цвета пропадают. У нас остается вот такой вот необходимый нам силуэт Старкиллера в его доспехе. И мне кажется это выглядит очень здорово. Меч. Понятное дело обычный. Держит он его задним хватом. Обратным. Как и должен. Так что вот такой вот Старкиллер в ситской версии. Надеюсь он вам понравился. Ну а перед тем как мы будем закругляться. Надо его сравнить с двумя другими Старкиллерами. Итак оригинальный Старкиллер 2008 года в обычной своей версии из набора Rogue Shadow. И еще один Старкиллер. Мой кастомный по второй части. Star Wars The Force Unleashed. Он у меня уже давным-давно этот кастом. Уж и не сосчитаю сколько лет. Наверное 7. Да я его по-моему в 2012 сделал. Ну и раз уж мы его сравнили с другими версиями Галина Марека. Давайте посмотрим на него с другими хитхами. Господи, Дарт Бэйн выронил свой световой меч. Как так можно? Так друзья, с Дартом Бэйном. Моим кастомным. И с моим самодельным Дартом Малгусом. Или Малгусом. Дарт Малак. Господи, я их перепутал. Извиняюсь. Дарт Малак, Дарт Бэйн. И Старкиллер темной стороны версии. Так что вот так вот они выглядят все вместе. Мне кажется очень-очень круто. Вот такая вот тройка ситхов. Просто замечательная. Можно им всем так мечи сложить. Вот и Старкиллер один будет так. Ну в общем очень здорово. Очень классно выглядит. Друзья, пишите в комментариях. Пробовали ли вы делать ваших самодельных таких ситхов Старкиллера. Если пробовали, то можете скидывать ваши видео в описании. Ссылки на них я постараюсь посмотреть. И может быть даже вам дать некоторые советы по улучшению. Хотя все это вы уже увидели в данном видео обзоре. Я надеюсь он вам понравился. Всем желаю удачи. И пока, друзья.